Тепло в дома карагандинцев поступит 1 октября, а уже на следующей неделе будет проводиться промывка трубопровода и наладится циркуляционный режим. Масштабные ремонтные работы проводились теплопередующие компании в преддверии отопительного сезона. Объем выполненных работ посмотрели депутаты, общественники и наши корреспонденты. В этом году на реконструкцию тепловых сетей города было выделено 1 миллиард 152 миллиона тенге. 100% реконструкция по улице Гоголя закончена, сейчас ведутся дорожные работы. Также был заменен трубопровод по улице Логовой и в 19-м микрорайоне Майкудуки. Микрорайон Пришахтинск, начало замену трубопровода диаметром 630 миллиметров, протяженность 22 километра. Но те работы будут замены в следующем году, поэтому финансирование на следующий год будет, уже подтверждается, будет на следующий год. Из бюджета именно? Да, из республиканского бюджета, да. То, что касается денег, которые с областного бюджета поступают на теплотронзит Караганда для аварийной замены участков тепловых сетей, эти деньги в этом году были выданы в 833 миллион, они полностью, 100% будут освоены до конца года. Последний раз здесь трубы менялись 20 лет назад. По словам генерального директора компании теплотронзит Караганда, теперь проблем с теплоснабжением не будет. Металлические трубы, которые выпускает отечественный производитель, гораздо прочнее. Срок службы – 30 лет. Помещается специальную пластиковую гильзу, пространство между пластиковой гильзой и металлом заполняется пенополиуретаном, хороший, мощный такой теплоизолятор. И также там существуют специальные медные трубопроводы для, прошу прощения, медные провода для системы дистанционного контроля. Чтобы в случае, если мы увидим, где-то порвалась там трубопровод, порвался, где-то появилась вещь, мы четко можем определить место, в каком месте он произошел порыв. Основная работа почти завершена. В случае что-нибудь неладное, за это несет ответственность субподрядная организация в течение двух лет. Качество выполненных работ полностью проверял технический надзор. Нареканий к подрядчику пока что нет и не будет, говорят представители теплотронзит Караганда, поскольку работа выполнена по всем стандартам. Довольно завершаемая работа не только услугодатели, но и общественное объединение защиты прав потребителей по Карагандинской области. Защитой прав граждан они занимаются много лет. Говорят, что такого объема работы теплотронзит не делал никогда. Смущает директора данного общества одно – цены на трубы. Очень высокие. И эти все затраты, все эти средства уходят на приобретение оборудования. Мы желали бы, чтобы хотя бы на 30% снизили стоимость этих труб. Потому что от 35 тысяч до 100 тысяч метр квадратный стоимость труб, именно пластиковых, это очень дорого. Услугодатели планируют продолжать прокладывать полимерные трубы в районах Караганды. Но насколько это новшество поможет улучшить теплоснабжение, покажет время. Анышок Арбекул, Жасгабасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Спонсор выпуска новостей – компания «Галакси Групп» с торговой маркой «Алюгал». Компания «Галакси Групп» вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал».